В прошлом видео я рассказал о том, как я заработал на внезапной новости о болезни Трампа 30 тысяч рублей. Я перевернул стратегию. Что произошло дальше, рассказываю сегодня. Итак, здравствуйте, друзья. Здесь Демитков Юрий. Ну, смотрите, в пятницу я перевернул стратегию, я рассказывал, и я зафиксировал прибыль в 30 тысяч рублей. Я вообще такой счастливый был. И ушел на субботу-воскресенье. Смотрел внимательно за новостями. Ну, как, в общем-то, и ожидалось, болезнь Трампа оказалась не такой принципиальной. Ему в пароле два коктейля сыворотки и еще одно, так сказать, лекарство. Ему резко стало лучше. И он сказал, что в понедельник он собирается выйти назад в Белый дом. То есть, все хорошо. С другой стороны, в Норвегии нефтяники решили устроить забастовку. И поэтому у них резко сократилась добыча нефти. А Норвегия очень много добывает нефти. Поэтому цена на нефть выросла. То есть, смотрите, положительная новость. Болезнь Трампа оказалась не такой серьезной. И цена на нефть растет. Что будет с индексом РТС? Естественно, он вырастет. И поэтому, а у меня, вы помните, я рассказал, что стратегия, я завершил пятницу, зафиксировал. Вот такая стратегия построена. Я где-то посередине. Все хорошо, все комфортно. Я себя комфортно чувствовал в понедельник. Но в понедельник, как и ожидалось, как и ожидалось, в понедельник индекс РТС начал расти. Смотрим на красную линию. То есть, смотрите, вот это 117 500. И в принципе, если индекс не вырастет выше, чем 117 500, то я заработаю еще 40 000. Но смотрим на красную линию. Путь к этому, к этим 40 000, идет вот через эту красную линию. Это понедельник. А вот во вторник эта красная линия потихонечку перетечет вот в эту голубенькую линию. Но, а если индекс продолжит расти, то, в общем, все пойдет стрёмно. И, в принципе, в понедельник индекс начал расти. Он начал двигаться уже к 117 500. И вот по красной линии у меня начался уменьшаться баланс счета. Со всеми вытекающими последствиями. Потому что у меня все под завязку. Ну, здесь не видно. Свободные деньги тают. В общем, передвинуть позицию очень сложно. В общем-то, возрастает риск, а рисковать не хочется. И поэтому я решил не рисковать, а передвинуть вот это правое крыло вправо. И черт с ней, с этими 40 000, которые я не получу, получу меньше. Ну и ладно. Вот что я сделал. Я решил. Ну, во-первых, давайте посмотрим, а что будет, если правое крыло просто отключить. Вот. Здесь я отключил правое крыло. Я получу, ну, сколько там? Ну, 15 000. Ну и ничего страшного. И я решил, значит, в общем сказать, ну, закрыть правое крыло. А потом и перенести его немножечко правее. Что я, собственно говоря, и сделал. Вот, посмотрите, ситуацию я поменял. И у меня уже справа минус 46 уже колы. 120-е. Вот это вот. Не 117 500. То есть, у меня он уже приблизился к краю. Вот здесь вот 117 500. Я отодвинул этот край. Я отодвинул пропасть. Да, у меня уже прибыль в районе 12 000 рублей максимальная. Но зато вот она более чем вероятна. До 117 500 она, индекс РТС не вырастет. И поэтому с огромной вероятностью я получу свои 12 000 к своим, ну, вот, 180, 186. Но, правда, передвижка крыла мне стоила вот минус 9 000. Это вот текущая по красной линии. Я к тому времени уже скатился. И я верну свои 12 000. То есть, 9 000 потерь я верну, получу какую-то, ну, небольшую прибыль. Но смотрите, что происходит дальше. А дальше я решил посмотреть, а что же будет дальше. Понедельник закончился. Во вторник я смотрю. И я посмотрел уже более трезвым взглядом. То есть, я когда там, вот эта вот передвижка крыла, она занимает очень много времени, как правило. Потому что это сложно достаточно. Там ГО не позволяет. И я решил посмотреть уже спокойно на индекс РТС в другом масштабе на сайте TradingView. И посмотрите, что я увидел. Вот здесь вот четко прослеживается. Вот если вот так вот соединить вот эти максимумы, раз, два, три, четыре, пять максимумов, то и соединить минимумы, то, в общем-то, вроде как индекс РТС находится в нисходящем канале. И сейчас он находится на верхней части нисходящего канала. Это с одной стороны. С другой стороны, во вторник к вечеру ОЗХО выдало такие результаты химических анализов проб Навального, которые говорят о том, что Навальный действительно был отравлен, но каким веществом? Не химическим все-таки оружием, потому что то вещество, которое они обнаружили, не входит в каталог химического оружия. Но, тем не менее, санкции, в общем-то, угрожают, во-первых. Во-вторых, с нефтью более-менее все рассосалось. Она остановила рост. Ну и, в-третьих, индекс S&P 500 тоже начал падать к вечеру. И поэтому я решил все-таки, что дай-ка я рискну все-таки. И думаю, что индекс РТС упадет. И вот что я сделал. Правое крыло у меня осталось. То есть, если вдруг индекс начнет расти, то я потеряю не больше, чем 17 тысяч рублей. Но потеряю. Если он вырастет не выше, чем 120 тысяч. Ну, вот такие потери. Но при этом, если индекс начнет падать, чего я ожидаю, то я могу заработать до 100 тысяч и выше рублей, если он упадет вот сюда, до 112 и 500. Ну, я решил, что более вероятно падение. На каких основаниях? Нисходящий канал я вам только что рассказал. И вот она, радость моя. Я, посмотрите, к вечеру перед закрытием, смотрю, индекс РТС пошел падать. Я такой радостный. В общем-то сказать, думаю, ну, все прекрасно. Посмотрите, у меня дельта минус 9.89. Индекс падает. У меня все мои убытки уже компенсировались. Я уже в прибыли. И все шикарно к вечеру. Сегодня среда. Давайте посмотрим, что у нас сейчас. Сейчас у меня дельта минус 11.72. Я изменил позиции. Посмотрите сейчас, что у меня. Сейчас у меня вот я сдвинул правую сторону все-таки назад. То есть у меня сейчас 117.500 страйк минус 15. 120.000 плюс 15. То есть смотрите, максимальные мои потери сейчас составляют 12.000. Я потерял, если ничего не изменится. И индекс РТС не вырастет больше, чем 117.500. Если он не вырастет вот сюда. Ну, я надеюсь, что он не вырастет. Ну, во-первых. Во-вторых, я смотрю за этим делом. Более того, я вот эту планочку сейчас, вы видите, повышаю. То есть я продаю 175 кол. Вот эту вот продаю. То есть я повышаю планочку. И одновременно для того, чтобы их продать, мне приходится покупать 120 кол. То есть где-то вот этот вот 120 кол я покупаю. То есть я поднимаю вот эту вот планочку. И буду смотреть, конечно, за этим делом. Если индекс начнет таки расти, ну, что делать? Буду поднимать планочку тогда вот путы. Ну, или вообще все закрывать к чертовой матери. Минус 11.86. Что у меня сейчас положение на конкурсе лучший частный инвестор? Давайте посмотрим. Я вот вообще ничего не скрываю от вас. Посмотрите. Я сейчас на 11 месте нахожусь. То есть вчера я доходил там или в понедельник до 8 места. Потом скатился на 15. Ну, это очень-очень достойные места, я вам скажу. Вот. Меня это вполне устраивает. По-прежнему я считаю, буду считать, что если я окажусь в первой сотне на этом конкурсе, то это будет очень-очень хорошо. Я не считаю себя великим трейдером. Вот. Я думаю, что есть лучше. Наверняка есть из 1800 участников. Но, наверное, есть люди, которые лучше. А может быть, кто-то рискует больше. Ну, это тоже играет роль. Вот такая ситуация. Вот, посмотрите, текущая ситуация у меня вот здесь. 62% доходности с 19 сентября. Ну, здесь 17-го, насколько я помню. Все-таки место 13-е показано. И вот так вот выглядит моя доходность. Вот эта зеленая линия. Ну, потихонечку она растет. Дай бог, чтобы она не падала. На самом деле, потому что, ну, когда она не падает, это позволяет мне удержаться. Но, по-прежнему я могу сказать, что все мои сделки вы можете видеть вот здесь. И я вам крайне не рекомендую, не рекомендую пытаться повторить эти сделки. Потому что, если вы будете повторять, вы не сможете их повторить. Потому что вы не сможете ни купить, ни продать те активы по той цене, по которой это сделал я. Потому что время, время, время. Пытайтесь понять логику. Логику я объясняю. Ну, прежде всего, я объясняю логику, конечно же, участникам чата, который посвящен тем, кто закончил курс по опционам. Те, кто не закончил, получают, ну, практически ту же информацию, вот как сейчас. Но с огромным опозданием, что логично вполне. Вот. А там я как раз объясняю логику и свои действия, которые я буду делать. Поэтому, ну, если хотите, вы можете подключиться, конечно. Вот там будет ссылочка на курс по опционам. DemetkovYur.com. Ничего не меняется. И вон там тоже вы ее увидите. Ну, а на сегодня все. С вас лайк, подписка. И оставайтесь на моем канале. Будем смотреть. Мне самому это интересно. До встречи. С вами был Деметков Юрий.